Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я вам покажу целое продолжение ручек, у которых был химический ожог. И посмотрим с вами на динамику после некоторого лечения. Напомню, что эти ногти мало того, что очень скрученные, еще и клиентка поработала без перчаток с очень агрессивным средством и заработала себе химический ожог. Если вам интересно, оставлю ссылочку на предыдущее видео, как руки выглядели до того, как мы с ними начали работать и также, как клиент начал использовать крем, который ему прописал врач, конечно же. Я всегда люблю повторять, что мы не врачи, мы не выписываем никаких лекарственных средств, я всегда могу только посоветовать, кому обратиться, например, к дерматологу, как в данном случае. В общем-то, ручки уже намного лучше себя чувствуют, и мы снимаем старое покрытие одной из моих любимых фрез с фиолетовой насечкой. Вообще, в последнее время полюбила действительно эти фрезы. Именно с фиолетовой насечкой очень быстро снимает материал и не оставляет борозды после себя, что, конечно же, не может не радовать, потому что пилкой приходится работать после них намного меньше. Сняли на всех ногтях, были некоторые отслойки, но и, в принципе, ногти и сушеные, истонченные очень, и, конечно же, им требуется более пластичная база, поэтому сегодня будем работать камуфлирующими базами от Мальтини. Придаем форму свободного края пилкой, обязательно захожу под ноготок, чтобы не перепилить ногтевую пластину, так как всегда нужно помнить, что она арочная. Ну и хорошенько подготавливаю ноготь к покрытию. Шабер Мат Сильвер Стар достаточно широкий, потому что здесь и арка широкая. Я приподнимаю кутикулу, создаю карман и постараюсь зачистить птериги также сразу же. И в некоторых местах это получается, ну а какие-то места я оставляю. Кстати, я уже начала готовиться к Новому году и сделала себе такой небольшой подарок. Это у нас парфюм от ПД Пари. И еще вот такая вот новиночка у них появилась. Я сразу же мужу заказала этот аромат для машины. Классная штука, мне очень понравилась и реально пахнет очень вкусно и долго. Потому что на момент записи звука, конечно же, мы уже ее протестировали. Также заказала два вот таких флакончика по 30 миллилитров. Самая большая отличительная особенность ароматов от ПД это то, что они не вызывают аллергию в составе натуральные масла. Также парфюм не испытывается на животных. Что в нашем 21 веке очень важно. Ну и самое главное, я кстати аллергик и аллергии они действительно не вызывают. Держится аромат на теле более 24 часов и очень вкусно у меня всегда пахнет шарф. Заказала кроме того, что по 30 миллилитров два аромата, заказала также еще 100 миллилитровый аромат, в котором я была на 100% уверена. Это Versace Bright Crystal. Это улучшенный аромат, конечно же, Versace. И смотрите, 100 миллилитров выглядит вот так. Он уже идет в коробке, отличный для подарка. И еще я хотела вам показать, какие у меня есть еще 50 миллилитровые. То есть в подарочек я бы советовала, конечно же, покупать 100 или 50. Также сейчас на сайте PDParis действует промокод 2022, который дает скидку вам целых 20% на любой парфюм. Поэтому я считаю, что это отличная возможность порадовать себя и своих ближних к Новому году. Тем более, что мне уже под многими видео писали очень много хороших отзывов именно на этот магазин. Ну а мы с вами продолжаем. Для этих ручек я всегда беру желтую фрезу. Хоть и кажется, что кожа здесь такая твердая, сухая, но она настолько тонкая и требует очень деликатного подхода. Поэтому обороты я выставляю небольшие, 15 тысяч. Сначала на форварде прочищаю кутикулу, также аккуратно заполировываю, зашлифовываю боковые валики, убираю все шероховатости, всю вот эту сухую ороговевшую кожу, делаю это очень аккуратно, деликатно. И, конечно же, с такими руками я работаю дольше. Вот, кстати, к слову о том, скажите, пожалуйста, за сколько вы выполняете однотонное покрытие? Ведь это достаточно частый вопрос, который мне задают. И я могу сказать, что все зависит от ситуации. Какая длина, какая кутикула, вообще в каком состоянии руки. В среднем у меня уходит около двух часов, где-то даже час сорок. Но если какие-то сложные ручки, то я могу провозиться и больше. Вообще не считаю себя, если честно, очень скоростным мастером. Поделитесь, пожалуйста, своим временем в комментариях. Я думаю, что всем будет интересно почитать. Делаю срез ножнички у меня от Silverstar с ручной заточкой. Здесь у меня более плотные такие лезвия, потому что кожа, знаете, такая как сухарик. Прямо твердая-твердая. Ну и, конечно же, они отлично со срезом справляются. Не забываем заполировать и зашлифовать кожу после среза, для того, чтобы не появлялись заусенцы, для того, чтобы она была гладкая, красивая. И чтобы дольше сохранялся, конечно, эффект от свежего маникюра. Также и прохожусь под ноготочком. В качестве подложки использую базу от Мальтини Каучуку и наношу ее кисточкой, очень-очень тонким слоем, для того, чтобы не создавать дополнительной толщины. Хорошенько пропитываю все чешуйки, чтобы не было отслойок и беру базу Sky, камуфлирующую от Мальтини, очень красивого голубого оттенка. Я думаю, что мастера меня поймут. Голубые все-таки бывают разные. Какие-то цвета просто такие грязно-голубые, а этот прямо небесный какой-то, не знаю, цветочный, фиалковый. База очень быстро выравнивается. После полимеризации она пластичная, но в меру пластичная, то есть и не сильно мягкая, и не сильно жесткая. Для дизайна нам понадобится гель-лак из новой коллекции Frozen, вот с такими вот красивыми частичками. У меня, кстати, очень много цветов. Напишите, пожалуйста, если хотите обзор, я вам их обязательно все покажу. И мы с вами создаем эффект снега. От кутикулы делаем небольшую растяжку, то есть растягиваем гель-лак. Растягиваю я прямо по-сухому, все эти чешуйки отлично распределяются. И очень жаль, что я не показала это чуть ближе. Они, знаете, такие как ракушка. Не знаю, классный эффект, мне очень понравилась эта коллекция. Все покрывает топом Super Gloss, моим любимым, без липкого слоя. Он сохраняет очень долго глянцевый эффект. И не царапается, носится очень хорошо. Я всегда его советую вам. И если меня спрашивают мой любимый топ, я всегда советую его. Также я на салфеточку нанесла немножко гель-лака, которым делала растяжку. И мне нужно сделать так, чтобы у меня вообще не было жидкого составляющего. Потому что из этих шестигранников я буду делать сердечко. Не знаю, захотелось нам что-то такого нежного, аккуратного. И, кстати, посмотрите уже сейчас, как преобразились пальчики. Какие они сухие сначала пришли и как они выглядят сейчас. Этот ноготок я покрываю сначала матовым топом. Дальше я беру белую гель-краску без липкого слоя и кисточку от Maltini на 11 мм. Они очень тонкие и я такие кисти называю кисть волосок. То есть обычно я могу работать другой кисточкой, но если мне нужна очень тонкая линия, то я обязательно возьму ее. Вообще, кстати, у меня все кисти Maltini, поэтому мне они нравятся. У них хороший качественный ворс. Расставила еще снежок, просушила и сердечко выделяю глянцем. Мне очень нравится эффект и сочетание матового топа с глянцевым. Напишите, пожалуйста, как вам такой дизайн. Он очень простой. Я думаю, что выполнить его сможет абсолютно любой мастер. Здесь все дело в тонкой обводке и, конечно же, вот этом сочетании матового с глянцевым. Добавили снежок. По-моему, получилось очень мило. Жду ваших комментариев. И обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки этому видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!